Работа с населением Операцию. Владимир Жук выслушал просьбу и пообещал помочь. Мне очень он понравился. Очень приятный. Он вообще не человек. Мне с ним было очень комфортно беседовать. Ну, в общем, я бы осталась очень довольна. Депутат проводит прием вместе со своими помощниками, которые фиксируют обращения граждан и объясняют юридические нюансы. Как правило, большая часть обращений – это просьба о материальной помощи. Ольга Абасова – многодетная мать. У нее четверо детей. И сейчас наступил момент, когда потребовалось улучшить условия в детской комнате. Но на ремонт средств не хватает. Я состою на учете в судзащите. То есть, как малоимущая семья. Получаю там пособия. У них все мои данные тоже есть. Владимир Жук объяснил, что полностью покрыть сумму ремонта депутатский фонд не позволит. Но часть денег Ольга обязательно получит. По мнению народного избранника, в подобных ситуациях очень важен индивидуальный подход к каждому обратившемуся. Людям живется не всегда просто. И даже вот те средства, которые мы выделяем, они не всегда большие. Они могут помочь в определенной жизненной ситуации. Ну, зачастую обращаются общественники. Это благоустройство территории. Это управляющая компания. Это обустройство дворов. Сегодня приходил предприниматель, который хочет создать приложение мобильное для мобильного телефона. Таким образом продвигать фермерские продукты Ленинского района для жителей городских. Прием населения ведется по предварительной записи. Однако, если в день обращения приходят люди, попавшие в сложную ситуацию, депутат и его помощники принимают всех в порядке живой очереди. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.